Велосипедисты Соревнования начались в феврале. Потом велосипедисты выезжали на старты в мае и августе. И вот сентябрь, бабье лето. Завершающий старт. 29 участников от 14 лет и до возрастной категории 40+. С ветерком прокатились по буграм. Три, два, один, старт. Когда мы сюда ехали, мы думали, что будет, но не думали, что будет по дорожкам. Оказалось, что очень прилично. Подъемы, спуски хорошие, всякие рулежки. Очень много интересного оказалось на трассе. И ребята, кто приехал, все очень довольны. Потому что не ожидали такого. Особое внимание Денису Демину. Он с самого начала гонки резко вырвался в лидеры. Свои два четырехкилометровых круга по пересеченной местности проехал всего за 40 минут и даже не запухался. Это годы тренировок, техника и просто дыхательная система развивается. То есть бегать больше и заниматься лыжами и велоспортом. Меньше курики. Трасса очень хорошая, крутая и довольно тяжелая. Такие подъемы грязные, они не высохли. И получается так, что в них сложно ехать. Очень сложно, потому что колесо проскальзывает по этой грязи. То, что трасса сложная и вместе с тем интересная, отметили все участники соревнований. Организаторы в ходе подготовки трассы изучили немало роликов на ютубе. Смотрели, как выглядят трассы на чемпионатах мира, Европы и страны. Пытались реализовать это и у нас. Благо рельеф позволяет. Вадим Коркин, один из организаторов велокросса, сам был в числе участников. В возрастной категории 40 плюс приехал первым. Для меня, как для участника, трасса очень загонима, потому что я сам ее проектировал. Старался собрать здесь все самые интересные, ну и самое сложное, что греха таить, тяжелые подъемы. По отзывам нормально, я себя чувствовал вроде как бы тоже неплохо. Хорошо ехалось, хоть и жарко. Нормально. Как участник я оставлю пятерку организаторам. Велокросс – спорт, объединяющий разных людей. Участие в гонке приняли и знаменитые ирбичане. Мотоспортсмены – многократные чемпионы России по мотокроссу на мотоциклах с коляской братья Зыряновы Павел и Александр. Участвовал в гонке и сын Александра Зырянова. Хотя велокроссом, как признался Павел, они занимаются на любительском уровне. Тем не менее, в своих возрастных категориях мотоспортсмены стали вторыми. Бывает со спуска, вот есть большая скорость, набирается и резкие начинаются повороты в деревьях. И надо вот вовремя затормозить. Хочется подольше максимальную скорость продержать. И в то же время надо не передержать ее. Вовремя остановиться, чтобы не улететь в дерево. Вот я там чуть-чуть на первом кругу со старта на эмоциях. Погнал чуть-чуть, передержал скорость и рулем зацепился за дерево. Там упал. В общем, собрался, встал, погнал дальше. Кубок города завершился практически под занавес бабьего лета. Ну а следующая гонка – первый снег. По традиции пройдет в октябре. Будет скорее всего прохладно и точно грязно. А вместе с тем и интересно. Участники уже готовятся к новым стартам.